В том, что из 89 прожитых мной лет, 85 лет я живу в Екатеринбурге, и в этом городе у меня 300 тысяч хороших знакомых, 100 тысяч близких, приятелей, а тысяч 50, ну просто мои родственники. И то, что произошло сегодня, некоторые доказательства этой фразы. Спасибо всем, кто пришел к презентации. И, понимаете, какая вещь, вот один мой приятель, имеющий опыт публичных выступлений, которого я, в общем-то, не имею, сказал мне, что очень важно придумать первую фразу. Если первая фраза придумана, да, потом уже на пол снизу получится, так и получится. Я только однажды придумал хорошую фразу, это был, я помню, юбилей художественного училища, который я закончил в 48-м году. И первую фразу, которую я произнес, но она была неплохой, она именно успеха. Я связался в Новосибирске училище, я закончил за долго до середины прошлого столетия. Ну вот, я пытался придумать для сегодняшнего дня какую-то фразу. Ну, ровно, все-таки ничего не получилось. Могу сказать только, что через два дня и год, мне, если даже вы исполнили 90-е, возможно, это уже старость. Возможно. Ну, в общем, так или иначе, жизнь получилась длинная на самом деле. И как в каждой жизни в ней что-то случилось, что-то не случилось. Но, в общем, того, что случилось, вполне достаточно для одной жизни. У меня была любовь, друзья, путешествия, профессия. Было множество веселых дней, было множество печальных дней. Но самое странное событие, которое в моей жизни произошло, это, конечно, то, что я вот эту книжку написал. Это очень странная история, на самом деле. Потому что для того, чтобы написать книжку, надо художнику преодолеть огромное количество самых разных предубеждений. Ну, например, вот собрать по профессии и писатель, и литераторы. Все считают, что художник имеет право на некоторое присутствие ума, на некоторые чувства. Но он ни в коем случае не должен говорить, тем более писать. И чем больше мычит художник, выступая, тем он талантливее. И есть такое письмо у Рильки, который писал своему приятелю. Один пишущий художник в скобках, то есть никакой не художник. Ну и так далее. Андрей Кочеловский, когда выступает и говорит о своих фильмах, он всегда говорит, что художник, который пытается свои фильмы объяснить, это значит, что его ожидает неудача. Или, вернее, произошла неудача. Именно поэтому он объясняет свои фильмы. Ну, так это или не так, наверное, так, с одной стороны. С другой стороны, в общем, это понятно на самом деле, потому что, то, что я написал книжку. Потому что, ну, я, в общем, как бы жил в семье все-таки профессиональных литераторов. Моя мама, писательница Владимира Владимировна Филиппова, была очень известной в 40-е годы. Да, у него была книжка в гимназии, которая переиздавалась и которая была поставлена на сцене знаменитого в то время театра Ленин Константиновича Негорского. Ирина Лотоцкая называлась эта пресса. Мой отчим университетский преподаватель, литературный критик Константинович Боголюбов. Ну и, в общем, у нас собиралась вся литературная элита того времени. Ну, приходил и поел Павла Петрович Бажок, которого я знал. Но я вообще, говоря, когда говорю, что я знал Павла Петровича Бажок, можно, я-то многие знают, это вообще старая, как бы, вот, история. Но просто я не могу ее не рассказать. Значит, я делал когда-то, ну, не с этого начну. У меня в гостерство сидела моя внучка, которая училась в седьмом, в пятом, может быть, классе. И они проходили на Дову и Солнце пришли. И ко мне пришел один мой приятель и говорит, что не сохранилось ли у тебя письмо, которое ты получил от Причмена. Я говорю, сохранилось. И письмо ему так дал. Когда он ушел, внучка мне говорит, дед, ты что, знал Причмена? Я говорю, ну, как тебе сказать, знал? Ну, вот, получил от него письмо, когда сделал книжку ему, подавая Солнце. Вот. Ну, и был у него однажды в гостях в Москве, в Афганистской переулке. Когда внучка говорит, так ты что, знал его лично? Я говорю, ну, в общем, походит, что да. Тогда у внучки такие вот глаза стали, и она сказала некоторое время, подумала, дед, а Пушкин это тоже? Я, на самом деле, встречался с Пушкин, издал Павла Петровича, какого, он в жизни переписывался с Виктором Петровичем Астафьевым, это правда. Но, с другой стороны, в общем, в жизни, как бы, вполне обыкновенная, не репестировал, не воревал, водку с Вадимом Гусоцким не пил. Но, тем не менее, в жизни, в общем, происходило множество самых разнообразных событий. И вот по поводу того, что художник должен преодолеть, ну, какое-то сопротивление, прежде чем что-то писать, говорить, а уж писать, тем более, значит, надо сказать, что это было действительно не лишено оснований. А когда существовала классическая эстетика и были более или менее близкие критерии, художнику надо было делать свое дело и нечего было разговаривать. Художник начал разговаривать тогда, когда, так сказать, не жил ли Бог. И в российской эстетике перестала существовать, и все художники разделились, в общем, на огромное количество творцов, каждый из которых считал себя творцом, пенеургом, создающим свой собственный мир. Ну вот, а для того, чтобы этот мир был интересен другим, художник должен был объяснять свое творчество. И весь 20-й век был веком художнических манифестов. Каждый художник объяснял, как понимать его творчество. Каждый художник говорил, что судить его надо не с общих критериев, с точки зрения тех критериев, которые он сам для себя придумал, ну и так далее. В общем, художники стали говорить и даже стали писать. Ну, в общем, вот история написания книжки-то, она как бы была почти анекдотической. Здесь я не вижу, должен был прийти мой приятель Семен Ваксман. Он здесь, да? А он там, да? Да, ну вот, он и еще один мой друг, Леня Парахня. Мы собирались в мастерской время от времени периодически пить водку. Это нормальное занятие для художников и вообще для мужчин. И я помню, что мы пили как-то невероятно осмысленно водку. Прежде чем пить водку, мы должны были рассказать друг другу, как прошел этот период, когда мы не видели, о чем мы думали, что мы сделали и все такое. После этого, значит, мы уже приступали к больному здоровью. И вот это Леня Парахня мне как-то сказал, что, ну, вот такую жизнь долгую прошла. Да, столько было встреч, ну, запущите, это же любопытно, интересно. Потом он уехал в Москву. У нас связь у нас на некоторое время перервалась. А потом у меня случилось, ну, да, личное утрата, да. И, а моя жена сохранила дневники, школьные и даже училищные дневники. И чтобы как-то преодолеть это вот вечерами очень тяжелое состояние, я стал что-то записывать. И, в общем, увлекся этим делом на самом деле. И несколько лет вечерами в совершенно необязательном режиме что-то записывал, о чем-то писал. И вот мне этот приятель позвонил из Москвы и говорит, что ты, конечно, ничего ровным в чем-то не сделал, чтобы записать, да, все события. Я говорю, да нет, я в общем что-то вроде бы даже и написал. И он говорит, так бы с человеком пришли, диск, это сейчас несложно. Я в компьютерах не понимаю ровным в чем-то ничего. Из всей компьютерной термологии я знаю только один термин, который произношу блестящий. Граутфанди. Это стояние с протянутой рукой для сбора свестия из дневники. И, в общем, я ему послал этот диск, и он замолчал, замолчал целый месяц. А потом я получил из одного московского издательства подписанный договор с просьбой включить туда 70-80 рисунков. Ну и таким образом книжка была издана. Но она была, в общем, как-то очень поспешно написана, и я не предполагал, что она будет когда-то издана. А второе издание, вот это, перечень, оно тоже вызвано грустными причинами, на самом деле, потому что вот у меня возникла такая странная привилегия судьбы. У меня ушли все самые мои близкие друзья. Художники Геннадий Восемь, Толя Калашникова, Андрей Антонов, Гера Митилева, Леша Казанцев. И последним ушел Миша Брусиловский. И, в общем, это ощущение, надо сказать, вот такое и профессиональное, и разного другого одиночества, довольно тяжелое ощущение. Я помню, что мы все мечтали по разговорам дожить до 2000 года. Ну вот, многие не дожили. А я не только дожил, но я еще и каким-то образом незаконно, вероятно, зашагнул на чужую территорию и 17 лет у третьего тысячелетия, как бы, вот, отобрал. Вот. Надо сказать, что плата за это, конечно, полное ощущение неуместности пребывания в это время и попытка держаться тех правил, которые были выработаны при жизни. Ну, в общем, так получилось, да. Вот. Я не знаю, что мне рассказать-то на самом деле в книжке. Много всяческих событий. Там и детские истории. Вот. Там и истории, связанные с войной. Ну, вот, может быть, я расскажу просто две небольших истории о своем детском воровстве. Я когда-то воровал. Это было дважды, и оба раза. Это была трагическая история. Первый раз я, у меня это случилось, когда отчий мой Константин Сыч Боголюбов принес какой-то гонорар и передал маме пачку не то трехрублевых, не то пятирублевых, а то я купил. Когда они ушли, вышли в виде из комнаты, я быстро схватил одну трехрублевку, ссунул ее в карман. А потом мы с братом завернули ее в тряпочку, положили в спичечный коробок, завернули в спичечный коробок много слоев бумаги и спрятали на улице в Канаве. Пропажа была, конечно же, обнаружена. Нам родители неступили. Мы отпирались к мусливым и говорили, что нет. Мы это не делали. После всяких попыток, что лица к нашему признанию очень сказала, что на самом деле я вижу, что вы не просто преступники, а вы преступники закоренелы. И разговаривать с вами, вероятно, бессмысленно и бесполезно. И мы вас передадим в третью отделение милиции. А надо сказать, что мы жили на втором этаже деревянного дома возле 10-го угла декабристов. И там до сих пор стоят разные каменные стани. Конечно, это была совершенно роковая история, потому что со второго этажа все было видно. Каждый день в 5 часов вечно туда влезал бессовик. Из отделения милиции выходили, значит, пациентеры с мировками. Вот открывалась дверь. Вот таким образом из этой машины, запеченные, ну как бы, корточкой переходили в отделение милиции. Наутро их увозили. Это была картина, которая сопровождала нас ежедневно. А отчим сказал, вот, значит, и вы, да, таким же образом будете отдать и другие правосудия. Это раз вы такие загонелые преступники. Мы держались, конечно, что и есть силы. Днем, значит, перед тем, как появляется машина, отчим сказал мать, ну, а как вы, ребят, неизвестно. В общем, мы с тяжелым сердцем накопедами, потом мать стояла, повернувшись к нам в спину, плечи у нее дрожали, а отчим подошел к окну и говорит, ну, все, пора, давайте собираться. Мы врем. Во всем призрались, нас простили. Это было первое воровство. Я думал, что оно никогда не повторится, но оно повторилось еще более трагическим обстоятельством. Это было во время войны. Мы жили на улице Мамин-Семьевика в деревянном доме. Стояла буржуйка, окна были заклеены, многократно склеены газетами, покрашенные черной тушью. Было темно, холодно. Вот мать болела сначала дистрофией, а потом тюберкулезом. А надо сказать, что отчима была совершенно фантастическая библиотека. Просто фантастическая библиотека в основном. Она состояла из изданий Баргауза и Ефроны, русского общества, отделения Баргауза и Ефроны, Генгерское издательство. Там были шеститомник Шекспира, Шиллера, Потерянный Возвращенный рай, Мильтон, Уэль Аквост, История Крестовых походов. Ну, то есть, в общем, совершенно представительная литература, замечательно иллюстрированная художниками, живописцами. Вплоть до 19 века художники не делали разницы между произведением живописи, ну, станком так называемым, и произведением, которое потомки произвелось в качестве иллюстрации. Все события, связанные с жизнью Магида, Отелло, Яго, они все были написаны в картинке и репродюсируются. Но там были рисунки Сера Джилдерга, просто гениального английского иллюстратора 19 века, рисунки Перо, которые на меня произвели совершенно шламляющее впечатление. Ну, так вот, значит, надо было чем-то топить. Петь и произносить страшно совершенно, мы вынуждены были эти книги сжечь, потому что мать повратила от основок и все такое. И мы с моим отчим, педагогом, преподавателем литературным критикам, вечерами ходили на станцию Шарташская, вот с сумками, когда темнело, а там, значит, была такая станция, куда выгружали уголь и большими брезентовыми этими самыми, вот, видите, ими он бежал. И мы ждали, когда часовой свинтовку ведет в дальний конец этой самой, брезентовой, закрытым брезентом кучей угля, тихо подползали, нагревали, значит, что-то, там, пепел, я не знаю, пыль, угольную составку мугля, возвращались домой, и вот топили эти бунгли, а расставка была вот в книге про Горосу и Фро. Я до сих пор просто представил, что я не могла, как это могло происходить, но вот даже в этот центр была в свыкновенной ситуации. И однажды я решился на воровство, я возвращаясь домой из школы, взял березовое полено, одну из этих самых, вот, этих самых, вот, этих самых, вот, полениц, и принес домой. Мастера все поняла, я помню, что она приподнялась на локти, худая, бледная, она так на меня кричала, вот, ну, и я задыхаюсь от слез и от несправедливости, я хотел помочь маме, я отнес эту полено, положил обратно в поленицу, и это было последнее воровство, больше я не назвал этого, этого не делал. Ну вот, там есть множество историй, связанных с моими поездками на YouTube, у меня был такой совершенно замечательный дух, вообще, мне с друзьями повезло, ну, просто совершенно невероятно и необыкновенно, потому что моя дружба насчетовала с Юрой Истраповым, такой замечательный художник, он делал все фильмы, Яропол Колобщина, Грибаловский Легион, Угребника, вот, мы с ней учились с пятого класса вместе, учились вместе, все это продолжалось для его ухода, но с Мишей Грусиловским 60 лет, теснейшей дружкой, с Лёшей Казанцевым 41-го года, вот, химицинга, другие оперируют, были дружбы, сейчас смены, дружбы ну, невероятные значения, не имевшие, это была и профессиональная среда, и среда этическая, и все такое, все эти дружбы зарождались в Союзе, потому что в Союзхудожниках, надо сказать, было невероятно сложной организацией, потому что с одной стороны, это была такая мерзкая идеологическая организация, вот, которая была подвешена всем законам сенсуры, и которой возникали ситуации, без которых одни художники, воспользовавшись беспомощным положением других, ну, и все такое, то есть, в общем, я помню, был такой лауреат, первый лауреат, по-моему, единственный лауреат, представительский премий, и сам, ну, это было хорошо, да, вот, он, я помню, он произнес фразу, что достаточно стандартный, но мне тогда, когда я ее услышал, казалось, что это что-то невероятно, что писатель, это же скорпионы в стеклянной памяти, ну, вот, что-то вроде этого можно было сказать, это сосночено, с другой стороны, именно в Союзе возникали самые потрясающие дружбы, потому что дружба возникала не просто так, надо было ее это так, надо было участвовать в чем-то, чтобы соглашать тебя, ему и опасность, надо было, что-то подписать, либо направить, что-то не подписать, это был определенный риск, дружба, если кого-то нападали, были какие-то дискуссионные соображения, дискуссионные тоже соображения, то были бы точно сказали, что это была дружба, проверенная в общем, какими-то определенными событиями, которые несли опасны. Мы были уверены в том, что, знаете, тогда вот без такой дружбы было очень сложно обойтись, потому что, ну, помните, у Абуржа, возьмемся за друзья, у нас было совершенно замечательное общество, да, приезжал, был такой, как он был очень дружен с московским критиком, господин, как фамилия? Да, нет. Нет, 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 который написал четырехтонную историю Верхольга. Крудницкий? Крудницкий. 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 Крудницкий Казанцев, с которым я 60 лет от училища до его входа. Каждый божий год мы собирались и уезжали на этюды. И мы были невероятно там, мы были на Памире, в Саян, в Камштадте, в Иерусалиме, в Средней полоте России, в Средней Арии. Мы собирались в самые далекие места, и это была очень счастливая жизнь. Потому что, когда мы приезжали куда-то, телефон, пожиратель времени, перестал работать. И мы занимались только тем, что мы красились в каждую вещь. Это было потрясающе такой период. В это время, в книжке, там есть целая глава всяческих курьезов, к нам подходили самые разные люди, произносили какие-то тексты. Вот, например, а, не, сначала я расскажу о том, что в этой книжке есть глава о книге Озу. Была такая форма общественного, ну, обратной связи, что ли. А, она, она нет. Да, вот, и там, значит, ну, в основном, конечно, в этой книге, ну, в принципе, в общем, занимались тем, что там самореализовались, там, каким-то образом пытались выглядеть эффектность. С девушкой, с которой они пришли, но там встречались, вообще-то, подлинные, совершенно еще не чужие. Самая, конечно, грандиозная запись, которая когда-либо была сделана, вот, и книга у меня была сделана в Челябинске, в зале Красненского улития. Я показывал там графику черно-белую. И один зритель написал, обожаемый товарищ Валович, мне очень понравилась ваша графика, но еще больше понравилась ваша Красненская. А, вот, и совсем замечательная была образа одного врача, который был Сергей Кутинец, да, попросил меня подарить книгу Романа Кристани и Сурдзе, и он написал такие строчки. Мне очень понравилась книга Валовича, романа Кристани и Сурдзе, особенно она мне понравилась при вторичном осмотре. В какой-то книжке было написано, мы с Машей любим друг друга, и поэтому нам даже ваша выставка. Еще была одна серьезная запись книги Романа Кристани и Сурдзе, уважаемый товарищ Валович, я с большим интересом посмотрел ваши работы, и мне кажется, что мы могли бы очень любопытно и очень содержательно поговорить о них. Пожалуйста, не пренебрегайте этой возможности, мой телефон такой-то адрес, такой-то и подпись. Врач-психиатр, а самая последняя запись, вот из тех, что я помню, была сделана два месяца два года назад, в Музея современного искусства, вот там на последней странице было написано. Выставка отвратительная, работа ужасная, монстрик являются, а все девушки голые, Гарбара Киселева 8 лет.